применение вот таких вот 5 солнечных батареи которых я несколько видео уже снимал осенью когда у нас постоянно пасмурно когда у нас световой день меньше у нас получается немного печально вот у нас 74 ампер часа аккумулятор он разрядился у меня до 12 вольт и ровно три недели назад я его поставил на зарядку как уже в предыдущих видео было в одном из видео у меня там стоит диод обратный то есть я вот так вот подключил и в принципе оставил машину но без сигнализации просто аккумулятор вот так стоит и все и я его заряжал и получается вот у нас 12 из 7 вольт сейчас покажу не очень удобно одной рукой но тем не менее сейчас мы так вот вставим вот если видите 1271 с 12 до 1271 это ровно три недели ну там может то я с утра воскресенье оставил теперь вечером воскресенье я вот проверил летом можно было зарядить примерно за 4 смотря какие дни солнечные или не солнечные за 4 там может пять дней зимой вот как-то так и это без сигнализации летом я заряжал если долго машина стояла то вместе с включенной сигнализацией пробовал вот уже в это время две не на две недели ставил под зарядить сигнализацией ну то есть там за две недели с 12 до 12 и 2 поднялось и стояла еще там дня три не поднималась напряжение решил отключить сигнализацию чтобы получился вот такой вот результат я на всякий случай выложу эти вот сейчас задержусь именно на этих моделей я просто вот не помню это куплены они были на алиэкспрессе и причем получается три разновидности ну я размеры наверно выложу или в комментариях напишу чтобы было понятно что это из чем его едят но сумма тогда было что-то не маленькая ну в общем как итог летом это годится а зимой ну это так на крайняк так как у нас возможно часто вот сейчас выключают свет ну как альтернатива довольно слабая можно использовать но не очень ну вот как то так и так подведем итог что нужно сделать в данной сложившейся ситуации чтобы исправить ситуацию с зарядом фасмурную погоду и повысить кпд то есть панели у нас уже есть пять штучек я одну вот такую оставил машине забыл вот у нас две таких по 44 в длину по 19 ширину 1 у нас 13 12 половиной ширину в длину 33 и 5 и 1 вот 32 на 15 основной момент именно в преобразователе то есть контроллере питания я использовал без контроллера питания и этого было достаточно немножко опасно для аккумулятора кислотного потому что 18 19 22 вольта не выдают на солнце но был у меня и преобразователь этот но самый дешевый вот синенький такой на алиэкспрессе покупал где-то в гараже валяется я его не использую не использую так как он на себя берет какую-то часть энергии это раз во вторых он только мне давал эффект того что когда уже аккумулятор заряжался он дочь ну там выставлялся порог до там 13 5 я выставлял и он должен был до 14 5 вольта и он должен был выключаться он выключался да но на выходе после него все-таки как было 19 там 20 вольт так как от солнечных батарей так и после него выход дело так то есть он не выравнивал напряжение до 14 и 4 положенных вольт то ли он бракованный по попался то ли я не знаю то ли просто они такие есть дело в том что не отзывов нормальных я не нашел нигде не в ю тубе не на форумах все писали что это их не стоит покупать ну я купил попробовал единственное что там был юсб сбоку от него powerbank я заряжал там я вставлял у меня есть приборчик через юсб вольтаж мире там действительно было что-то порядка пяти и одного вольта на выходе там все было нормально в итоге нужно к этой системе добавить просто mp5 контроллер который реально выравнивает напряжение и преобразует высокий вольтаж в ампераж ну как то так по простому ниже в комментариях я там выложу все формулы которые понаходил и которые понятно описывают этот процесс кому это не нужно я думаю не всем это нужно суть просто в том что кпд повысится на 20-40 процентов от этого преобразователя на 20 процентов в пасмурную погоду на 40 процентов при солнечной погоде то есть в принципе даже имеет две даже вот таких панели можно тот же самый заряд проводить в два раза быстрее чем у меня эти 5 были там еще какая фишка что при повышении напряжения с теми же самыми панелями подключая их не параллельно как я подключал а последовательно кпд еще возрастает там на 20-35 процентов зависимости от вольтажа и этого преобразователя контроллера питания да они стоят подороже вот кто покупал на алиэкспрессе пожалуйста в комментариях напишите что вы покупали за контроллер чтобы не были рабочие у кого есть такой опыт пожалуйста поделитесь я пока буду подыскивать не знаю когда это найду когда подкуплю тогда выложу уже готовый результат именно в такой конфигурации он должен будет работать не вижу смысла допустим покупать какие-то более производительные как рекламируют панели они гораздо дороже чем эти стоят там даже те которые в 3 в 5 раз дороже у них кпд всего лишь там на 10 на 15 процентов выше чем эти эти в принципе для нужд автомобиля а мы систему создаем для подзарядки автомобиля то их достаточно даже вот таких двух панелей летом хватает этих но есть опасность использования без преобразователя поэтому даже с точки зрения безопасности лучше их использовать вместе с таким вот контроллером ну плюс кпд повышается особенно сейчас очень актуально зима осень и нужен свет когда отключают у нас его отключают ну как-то так всем спасибо всем добра мира над головой пишите комментарии подписывайтесь будем продолжать работать